Привет всем, с вами снова Родригес и сегодня я расскажу вам о Fallout 4, который буквально смыл в унитаз все осенние релизы огромной волной хайпа. Так что если вы еще не успели ознакомиться с этой прекрасной игрой, мой обзор, надеюсь, расставит все точки над И и ответит на многие наболевшие вопросы. Ну что, хватит топтаться на месте, одевайте комбес и погнали! С Fallout 4 произошла не совсем стандартная ситуация. В прошлом году всплыли ничем не подтвержденные слухи и все снова затихло, а потом, внезапно, игра была представлена на E3 под бурю оваций. И вот уже спустя 4 месяца мы имеем финальную версию, что очень приятно, учитывая повальную моду анонсов на год вперед с последующей чередой переносов. Этот анонс, конечно же, не прошел незамеченным и вызвал у многих людей бурю всевозможных эмоций, как позитивных, так и негативных. С истерическими криками мыла и графона нет, графодрочеры принялись штурмовать интернет. А те же, кто думает головой о ней видеокарты, разглядели в игре и реалистичную модель освещения, и обновленную физику, и анимацию, и не стали делать никаких скоропалительных выводов. И какой же все-таки вышла игра? Я постараюсь ответить на этот вопрос в своем обзоре, так как наиграл в нее уже более 70 часов. С графикой на самом деле все не очень однозначно. С одной стороны, да, нас встречает все тот же устаревший уже движок Creation Engine. Хоть его и сильно доработали, но картинка в любом случае не доходит даже до уровня Far Cry 4. Разработчики и сами это понимали, и поэтому по полной вложились в проработку спецэффектов, с которыми тут полный порядок. Упомянутые уже выше обновленные модели освещения и отражений срабатывают на ура, ржавые роботы выглядят именно так, как должны. Гули со сгнившей кожей тоже вызывают отвращение. Ну а бомжи в лохмотьях, несмотря на свои почас одинаковые лица, тоже стремятся быть похожими на твоего соседа Колю. Прибавим к этому динамическую смену погоды, эффекты тумана, дыма и частиц. И работающий не по скриптам огромный и плотный мир, и все вопросы про внешний вид игры сами собой отпадают. Ну а когда же ты впервые садишься в силовую броню, а по экрану стекают капельки дождя, на устаревшую графику ты уже не обращаешь никакого внимания. Ладно, ну с картинкой вроде бы все ясно. А что же с атмосферой? 3D же не канон же! Ну вот с ней тут все точно в полном порядке. Игра просто не отпускается своих объятий. Я не усыпаюсь со дня релиза. Красные глаза к утру будут вам обеспечены. От игры просто невозможно оторваться. В мире постоянно что-то да происходит. И самый банальный, казалось бы, квест по запугиванию бармена оказывается лихим приключением с тайной нарколабораторией, гулями-наемниками и неожиданной развязкой. Так что, пожалуйста, не верьте в бредни тех, кто рассказывает, что в игре нет нормальных квестов. Кто еще, тот всегда найдет. Ведь не исследуя мир и не сядь сломя голову, многие сами их могли пропустить. Ну и чьи же это проблемы? Разработчиков или же все-таки отдельных игроков? В поселениях постоянно происходят всевозможные мини-сценки, которые позволяют больше узнать о мире. И это даже не касаясь основной сюжетной линии. Ведь я намеренно опускаю детали мейн-стори, чтобы избежать спойлеров. Буквально с самого начала игры ты познакомишься с весьма колоритными персонажами. Старой гадалкой, которая к тому же сидит на наркоте, поехавшим в роботворецким. И другими не менее веселыми ребятами. В игре огромное количество пасхалок и отсылок к поп-культуре, которые не раз и не два восприятно удивят и заставят просмеяться. В одной из побочек, к примеру, нас попросили найти в магазине комиксов костюм супергероя прошлых лет «Теребряного плаща». А потом еще и облачить своего одеяния и вершить правосудие в городишке из наемников и бандитов под названием «Внимание! Добрососедство». Возможность говорить пафосным голосом также завезли. Твои преступления были неизвестны за слишком долго. Что за что происходит с тобой? Ну, ничего, если твои бандиты не уйдет. Ну и раз уж речь зашла о разговорах, тут все не так однозначно. Все мы слышали про упрощение системы диалогов. Интернеты уже пестрят мемами и роликами на эту тему. Я не буду пихать сюда смешное видео из сериала, я не настолько банальный, ребят. Но не спешите с выводами. Диалоги остались на уровне Fallout 3. Только теперь нам не уваливают сразу 12 вариантов ответов в лицо, а предлагают вести ветвь беседы в том или ином направлении. То есть реплики меняются, исходя из выбранных вами вариантов ответа выше, чтобы ветвь беседы двигалась в каком-то одном направлении. Но, к моему мнению, такой подход не очень удобен. Я лично пару раз случайно нападал на персонажа, так как за нетривиальным словом «нет» следовала реплика, переходящая в фотосовку. Прям как у Жириновского в его лучшие годы. Ну а теперь поговорим о сюжете. На E3 нам обещали более 400 часов эксплоринга и геймплея, а в интернетах были о страсти о том, что кто-то пробежал карту за 11 минут. Как так? Нас наебали. Стоп-стоп-стоп, ребят. Создатели обещали тонны эксплоринга и побочек. И с этим все в полном порядке. Я практически в каждом городе беру пяток доп-заданий, которые ретвятся и приводят к интересным событиям. Из-за 40 с лишним часов игры прошел, наверное, половину основного сюжета. Кстати, никто и не говорил нам о мейн-стори на 50 с лишним часов. Так что еще не ясно, кто кого обманул. Создатели, обещав, что в игре будет чем заняться, помимо сторилайна. Или паренек, якобы пробежавший сюжет за 10 часов, обманул сам себя, наплевав на эксплоринг в игре про эксплоринг. Ведь такие комплексные игры выходят не так уж часто. И я, допустим, предпочитаю не спеша исследовать мир и локации. Болтать с NPC в поисках интересующей инфы и так далее. В общем, ребят, скажу так. Все, кто ноет, что игра короткая, либо просто не играли в нее, либо не исследовали мир. А это странно, согласитесь. Два не странно, когда те же люди, пробегая игру за 10 часов, жалуются на невариативные диалоги и отсутствие заданий. В игру толком, по сути, и не поиграв. Ведь Fallout – это игра не про майндстори, а про исследование постъядерного мира, который прекрасно передан и воссоздан. Скурпулезно и интересно. Именные локации своей предыстории тут на каждом шагу. Игра генерирует массу рандомных событий. Практически в каждом помещении нас ждут терминалы, записки, всевозможные пленки, рассказывающие истории жизни мира, тайники с полезным скарбом и иногда легендарные враги, с которых падает не менее легендарный лут. Я, допустим, не ожидал, что стандартная, на первый взгляд, зачистка шахты станет мини-приключением с гулями и глубоким ритуальным колодцем, на некотором лежал легендарный клинок. А если бы я тупо бежал по майндстори, половину этого бы и не случилось. Мне нравится такой подход, когда игра награждает тебя за любопытство, когда ты не боишься свернуть спораторные дорожки, так как тебя всегда ждут всевозможные события и интересные приключения, а также приятные бонусы в виде журналов, дарующих прокачку, или картижи для твоего пип-боя с алфажными игрухами. Тут даже есть текстовые РПГ с ютвистыми диалогами, которых некоторым так не хватает. В общем, если ты привык исследовать каждый уголок мира, игра для тебя точно раскроется по-другому. Поэтому у меня возникает недоумение, когда я слышу, что флаут ку-ку-ку короткий, и нас обманули кудах-тах, приключения не завезли. А так как исследовать мир вдвойне приятнее, когда игра работает стабильно, у меня было много вопросов по играбельности финального билда. Но не умеет беседка в оптимизацию, хоть ты убей, особенно на консолях. Итак, что же мы имеем на данный момент? Игра работает стабильно на ПК и почти не тормозит на консолях. Этот факт даже в голове не укладывается. Потому что New Vegas тот же я забросил, ведь он на PS3 просто не работал. 1080p и 30 кадров в секунду в версиях для PS4 и Xbox One. Это вполне достойный результат, учитывая масштабность мира. А на компах, конечно же, все в 4К, но не у тебя лично. И тени лучше, и трава особенно. Вон под тем пеньком, но еще пупекаря, она всегда зеленее и гуще. Именно поэтому траве в форумных холиварах уделяется пристальное внимание. Ребятки, видимо, ей питаются. Иного объяснения у меня просто нет. Кстати, все видео из моего обзора захвачено лишь на мной. Как видите, ничего сверх ужасного в духе предрелизных скриншотов PS4 версии, где не было ни тени, ни дальности прорисовки, а игра напоминала Fallout 3 на минималке, тут не наблюдается. Из раздражающего случаются просадки в PS. Не до нуля, конечно, как у некоторых, но я о пекарах, все дремя для учебы, если что. Просадки бывают, как ни странно, в помещениях. Причем нет разницы, шалаш это или ангар. Надеюсь, эти недоработки уберут патчами, ведь игра не лагает в открытых пространствах и радует стабильным FPS и в дождь и сляпать. Ну и когда заходим в помещение, нас ждут загрузки в секунд по 10. Ну опять-таки, Bloodborne, допустим, в первую неделю, также долго грузил локации, а потом все это исправили. Ну а в остальном все терпимо и более чем играбельно, даже на соснолях, которые не тянут. И откуда работоспособный рыцаря, Кума передает вам всем привет. Окей, окей, игра вылетала пару раз, но сейчас время такое, кризис, санкции. А теперь поговорим о не менее волнующем многих вопросе, это правда новая часть или просто допильная третья? Действительно, не играя самому, после просмотра роликов, кажется, что это Fallout 3 только в профиль, но так говорят только те, кто именно не играл в Fallout 4. Перед нами полноценная новая часть с множеством нововведений, одним из которых стала продвинутая система крафта, которая встречается в серии впервые. И снова мы видели тонны неадеквата и критики от людей, которые не поиграв, строили догадки, что, мол, скатились, что это Sims, Sims, где мой апокалипсис, кричали эти юродивые. Спешу развеять вашу панику. Крафт вовсе не обязательный, как и вся эта возня с поселениями, которые вы можете отстраивать, облагораживать, ну и, в общем, почувствовать себя прорабом. Но хоть она и не обязательна, но очень желательно, поскольку тут это все не для галочки, как в тех же самых ассасинах, а напрямую влияет на геймплей и вашу успешность в пустоши. Поэтому облагородить поселения никогда не поздно. Удобно же, когда у тебя под рукой всегда есть больничка, или когда ты можешь готовить препараты сам себе в любых количествах. Ну если ресурсов хватит, конечно. Ведь стейк из матки болотников дает, например, плюс 200 хп и плюс 2 к выносливости на 2 часа, Карл, а в магазине его не купить. Мне б такой стейк после 3 часов сна перед работой. Очень к месту пришел скрафт оружия, можно изменять практически все. Можно сделать с обычного карабина тяжелую бронебойную снайперку. Хотите мощнейший огнемет с увеличенным запасом, чтобы у врагов подгорало? Пожалуйста. Можно строить каждую пушку буквально под себя. Предпочитаете бой на дальней дистанции? Пожалуйста. Удлиненный ствол и полная ложь для вас. Хотите быстро приблизиться к противнику и разбить голову прикладом? Укороченные модификации ближнего боя тоже завезли. Стоит добавить, что при разнообразии модификаций в игре также есть легендарные виды оружия, брони, с каким-то особо редкими свойствами. Например, топор Грогнака или карабин наркомана. Да, Карл, наркомана. Без допинга на пустошах сложно. Но я не об этом. Давайте лучше о броне. Броня тоже поддается существенным изменениям, причем не только в плане урона, но и других свойств. Вы можете повысить сопротивление радиации или грузоподъемность, но на каждый отдельный элемент брони можно выбрать только одно дополнительное свойство, так что выбирайте с умом. Тут, в отличие от Fallout 3, на каждую часть силы мы можем одеть разные элементы брони. Причем многие из них меняют внешность героя до неузнаваемости и подходят именно под ваш стиль игры. Даже супер броня, с которой вроде бы все и так понятно и которую главный герой получает чуть ли не в первые часы после выхода в пустошь, теперь гораздо органичнее вплетена в игру. Ее тоже можно прокачивать по ходу прохождения, увеличивая скорость бега или эффективность ближнего боя, чтобы с криками за императора крошить голову супермутантам. Ну или же можно навесить реактивные двигатели и летать по фустоши, как на джетпаке, словно в старом Доруссо на адресе. В общем, силовая броня теперь не панацея, а просто инструмент, облегчающий прохождение. Но инструмент капризный и хрупкий. Мало того, что она довольно-таки быстро выходит из строя, в отличие от прошлых частей, так ей еще и подавай ядерные батареи, которые стоят дорого, и найти их не так уж и легко, особенно на первых порах игры. Так что теперь перед каждой вылазкой приходится думать, пробежаться налегке, или все-таки сжечь ценную батарейку, ведь неясно, чем в итоге обойдется обычная, казалось бы, зачистка. Кстати говоря, вышеупомянутые ядерные батареи, как и другие ресурсы, хоть и присутствуют в игре в достаточном количестве, найти их не так просто. И если вы пропускаете побочные задания или не обыскиваете локации, броню будете юзать раз в год по чайной ложке. В трусах будешь у меня бегать, Карл, по пустоши, понял? Да и об апгрейдах можете тоже забыть. Вот вам еще один пример того, что играть в Fallout лучше не спеша, так как очень обидно, когда для того, чтобы создать ту или иную нужную модификацию, не хватает какой-нибудь мелочи типа клея. Да, конечно, можно купить много из ресурсов в магазине, вот только цены там кусаются, даже при прокачанном бартере. Партия клея, например, с 25 единиц стоит 2000 крышек. 2000 крышек, Карл! Но мы-то знаем, что можно сварить клейстер на костре. И эта самая варка решит раз-за на себя вопроса с клеем. Но опять-таки, чтобы варить клейстер, вам нужно прокачанное поселение с засеянным овощами полем. Про нормальные стволы я вообще молчу. На первых парах игры без крафта не видать вам нормального оружия. Вам попросту не на что его будет купить. И дропается оно очень редко. И то только с легендарных противников, которых не убить без нормального оружия. Такой вот порочный круг. Да и вообще, в целом, игра стала по-хорошему сложнее, даже на норме. Бывает ситуация, когда вдруг откуда-нибудь возьмись выходит в рот... Ну, вы поняли меня, в общем. Помните, я нашел радиосигнал о том, что в доме засел отряд и просит о помощи. Ну, естественно, я не мог им не помочь. Пришел туда весь такой нарядный, а там кровь и полутьма. И постановка в духе хищника с падающими с потолка трупами и странными шумами за дверью. В конце концов, меня ждал сюрприз. И более 10 смертей, в итоге я кое-как одолел босса, вспомнив все, чему меня учил Бладборн. В общем, крафт и сбор ресурсов еще не раз и не два вас выручат. Я не понимаю, как раньше без этого вообще играли в Fallout. Ведь, чтобы починить броню, надо было сложить три единицы одинаковых итемов и вуаля, получалась одна починная. Вы серьезно? А сейчас я дважды думаю продавать мне лут за копейки или же пускать на ресурсы, которые просто жизненно необходимы. В общем, хлама собирать не бросим. 2-2-8-8, 2-2-8-8, йоу. Ну и большим изменениям также подвергла система напарников. Их много, они разные, причем с ними можно развивать отношения. И чем выше симпатия, тем больше напарник вам рассказывает о себе и тем понятнее становятся те или иные черты его характера. Ну, разве что, кроме собаки. Например, журналистка Пайпер будет спрашивать у вас совет, в какие поступить с сестрой. И, кстати, если вы будете помогать больным и обездоленным, она вам в итоге даст навык, быстрый язычок. Даже не спрашивайте меня, что это. И так, с каждым напарником, при полной симпатии, мы получаем определенный особый скилл для главного героя. Так что имеет смысл время от времени менять партнера. С собой таскать можно рыцаря братства стали, уберброния, наемников, гуля, супермутантов и не менее прикольных персонажей. Не хватает разве что Мойры из Fallout 3 для полного комплекта. И хоть поначалу особой огневой поддержки напарники не оказывают, вы всегда можете их снарядить с твалом помощнее. Главное, чтобы патронов хватило, ведь они общие и у вас, и у напарника. Так что толстяка давать ему не стоит. Также разные напарники по-разному комментируют происходящее в зависимости от личных предпочтений. Например, Преснан, лидер Минитменов, странно звучит, не правда ли? одобряет сбор всякого хлама. А благородный рыцарь Братства Стали относится к этому скорее скептически и дико не любит, когда вы закидываетесь винтом и бафаутом в прикуску. Зато в восторге от вашей супер брони и научных досведений. Ему нравится, как главный герой входит и выходит в Павер Армор, если что. В общем, скучать с этими ребятами точно не придется. А для волков-одиночек, кстати, предусмотреть специальный навык. Ходишь один, получи прибавочку к переносимому весу и дамагу. К тому же, те же самые минетчики, минетмены, например, после того, как вы отобьете для них форпост, позволят вам вызывать артиллерийскую поддержку, что не раз а не два вам поможет. Но стоит еще сказать об обновленной системе прокачки. Многие переживали, что ее переделали в сторону упрощения. Ребят, это не так. Просто теперь мы прокачиваем только параметры спешил, к которым привязаны те или иные скиллы. Ведь логично, что спичь и влияние на женщин зависит от харизмы, а носимый вес от силы. Так что система навыков просто понемногу другая. Но явно не хуже той, что была до этого. В общем, создатели постарались угодить всем. И самое главное, им это удалось. Нет, конечно, найдутся люди, которые будут тыкать пальцем, что это все не то, что диалоги не те, графона нет, все упростили, Fallout уже не тот. Причем, играть никто и никого не заставляет. А игровое сообщество все равно разделилось на два лагеря. И одни говорят, что это шедевр 10 из 10, другие же наоборот, люто хейтят и обливают игру грязью. Но факт остается фактом. Игра никого не оставила равнодушной. Самое забавное, что больше всех кукарекают о минусах люди, не игравшие в нее. Просто потому, что сейчас модно ругать популярные франшизы. В последний раз такого хайпа надела GTA 5, ставшая вехой и определенной жирной чертой в этапе развития Open World League. Хотя уже с третьей части Fallout было понятно, что как и раньше уже не будет. Я лично рекомендую эту игру абсолютно всем. Несмотря на то, что я провел в ней уже десятки часов, я уверен, что проведу еще в разы больше. Потому что в такие игры играют годами и о них разговаривают с друзьями. Ведь они позволяют переживать нам настоящий неподдельный дух приключения, пропитанного жестокостью, черным юмором, где за каждым углом тебя ждут неожиданные события и знакомства. И в этой игре нет компромиссов и ограничений. Собственно, я тоже уже четко тут заболтался. Пора одевать Power Armor и спасать пустоши. Спасибо, что посмотрели мой обзор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся на пустошах, ребят. С вами был Родригес. Пока.